Снова всем welcome, это снова я. Я решил навестить свое старое жилище, где я до этого жил. Сегодня хорошая погода. Вот она квартира наша, бывшая. Мы здесь обитали. Единственное здесь минус, конечно, видите, да? Сыра, мох, растет. Дом очень старый, видите, как видно. Рыжавые все. Дому больше сорока лет уже. Ну, зато дешево. Очень дешево здесь было жить. Ну, как девушка, относительно. Двухкомнатная квартира, считай, за 75 тысяч мы где-то так снимали четверо. Ну, там двухкомнатная с кухней. В принципе, место здесь хорошее. Единственное, только что до станции очень далеко идти. В ближайшем станции метро МИТА. Но МИТА очень дорогая. До ДжАРа далеко очень идти. Ну, здесь вот, что изменилось. Выломали все-таки дверцу. Видимо, прогнила уже эта доска, фанерка. Велосипед туда закинули. Там бурьяна. Вообще никто не чистый. Раньше я здесь вот мотоцикл вставил. Вот. Вот меня тут какой-то вот из этих черных припирал. Я точно не помню. По-моему. По-моему. Вот этот. Вот этот вот, по-моему. Он всегда вот пытался вставлял между мотоциклом и стеной. Этот велосипед. Вот мы съехали. Здесь вот куча мест освободилось. Хотя я думаю, что тут хрена вот тысячи велосипедов, на которых не ездят, стоит. Вот, например, да, видно. Слой пыли тут просто вообще жесть. Неизвестно, когда последний раз на нем ездили. Или вот тот вот такой у стены стоит. Тоже. Вот там наш балкон вот на третьем этаже. Ну, нижний это не считается за этаж. Вот. Там у нас была спутниковая антенна. Что, видимо, ее кто-то снял. Здесь внизу аптека находится. Правда, в ней только по рецепту продают. Ну, вот, в принципе, вот такая вот место такое здесь интересное. Что-то куда они едут-то вообще. Вот, а проехал сюда на байке. Вот сегодня хорошая погода. Решил выбраться. Проехаться по своим местам, где я раньше жил, обитал или как-то там вообще. Отдыхал. Здесь мы вот два года почти прожили вот в этом доме. Вот. Единственное, только что, конечно... Ну, кто-то уехал вот здесь уже. Не все здесь живут теперь. В Японии. Сейчас весна. Все расцветают. Цветы. Всякие эти самые... Сакуры и там подобное. Ну, здесь вот какие-то непонятные. Мужик хочет проехать туда, видимо. Хотя, не знаю, он бы мог по параллельной дороге проехать, и нет проблем. Вот такой вот дом. Он даже снаружи выглядит очень старым. Крышу он там уже облетает. Ремонтировать его никто не собирается. Хозяйка дома здесь... Ну, ей вообще нафиг ничего не надо. Вот. Я, короче, это... Не рекомендую тем, кто приезжает в Японию, снимать жилье вот в таких домах. Старых очень. Которым больше 30 лет. Или даже 20 лет. Ну, 20 еще ничего, но больше 30 это уже перебор. А вот этому было уже 40 на тот момент, когда мы живем. Так, фишка в том, что... Этот самый... Вот этот дом... Стоимость квартиры в нем стоит примерно так же, как и в новом доме. Понимаете? То есть, смысла нету снимать квартиру в старом доме, если она столько же стоит. Тут рядом какой-то, я не знаю, фабрика или не фабрика. Похоже на фабрик. На самом деле, это вот Гаста, это ресторан. У него какие-то вот помещения, видимо, заброшенные, я не знаю. Но, в общем, все поросло и хрена не это. Никто за этим не ухаживает, не убирает. Такое мрачное здание такое, с колючей проволокой, как будто это зона. Так вот это. В общем, ищите квартиры лучше в новых домах. Ну, или хотя бы в это... Чтобы было не больше 20 лет. И все будет нормально. Ну, все. С вами был я, да? Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. И посмотрите другие видео на моем канале. Ну, до связи.